В Казахстане проводится работа по цифровизации здравоохранения. Только за прошлый год из 4 миллионов оказанных услуг в этой сфере, более 3 миллионов были в электронном формате. По данным специалистов, в Павлодарской области мобильными приложениями здравоохранения пользуются 197 тысяч человек. Если в 2017 году внедрено было всего лишь 22 электронные формы, то с 2019 года уже было внедрено 234 формы медицинской документации, переведены в электронный формат. В рамках цифровизации одним из перспективных направлений развития является мобильное здравоохранение, которое обеспечивает активное включение пациента в вопросы охраны здоровья. Мобильное приложение значительно упрощает поиск необходимых данных. В электронном паспорте здоровья собраны все результаты анализов и назначения врача. Кроме этого, постепенно внедряется система ПАКС. Они позволяют оцифровывать диагностические исследования, передавая их в цифровой формат. И лица – это лабораторная информационная система, позволяющая оцифровывать именно лабораторные исследования, то есть это анализы крови, мочи и тому подобное. Касаемо вакцинации, на сегодняшний день всего по первому компоненту вакцины было получено 5094 дозы. Второго компонента – 2424. Вакцинацию прошли сотрудники силовых структур – 198 человек, педагоги – 1162, медицинские работники – 3128, лица хроническими заболеваниями – 60 пациентов, желающие пациенты – 516, студентов – 15 и государственных служащих – 11. В ходе конференции участники смогли задать интересующие их вопросы. Также было отмечено, что при обнаружении ошибок в программах необходимо обратиться к разработчикам. которые нарушают вакцинацию, вакцинацию и вакцинация. Продолжение следует...